Пользователи WordPress позволяет регистрироваться на сайте другим пользователям. В таком случае каждый пользователь сможет настроить свой профиль и писать комментарии в блоге от своего имени. Для того, чтобы была доступна регистрация на сайте, необходимо изменить настройки в панели администрирования. Перейдите в подменю «Параметры». На странице «Общие настройки» в разделе «Членство» поставьте галочку «Любой может зарегистрироваться». Теперь пользователи могут зарегистрироваться на сайте. Посмотрим, как это работает. Выйдите из своего профиля. Для этого нажмите ссылку «Выйти» в правом верхнем углу. На главной странице своего сайта нажмите ссылку «Регистрация», которая расположена в разделе «Мета». Введите логин и адрес электронной почты. Пароль будет выслан на указанный e-mail адрес. Проверьте почту, после чего введите логин и пароль в форму авторизации. Откроется страница «Профиль» и в разделе «Персональные настройки» вы можете указать сведения о себе. Здесь можно указать имя, фамилию и ник. Стоит отметить, что логин изменить нельзя, он будет использоваться для авторизации. Но можно изменить ник, который будет отображаться при комментировании записей. Здесь также вы можете указать свои контакты и информацию о себе. Изменить пароль можно, введя его в соответствующее поле. Если вы не хотите менять пароль, оставьте поле пустым. Для сохранения изменений профиля нажмите кнопку «Обновить профиль». Редактировать данные профиля пользователей может администратор сайта. Для этого авторизуйтесь как администратор и перейдите в панель администрирования. Раскройте под меню «Пользователи». Откроется страница «Пользователи», где будет отображаться список всех зарегистрированных пользователей на сайте. Здесь можно изменить различные персональные параметры пользователя. Например, имя, ник, e-mail, контакты, пароль и другое. Также вы можете удалить зарегистрированного пользователя, например, в случае рассылки спама. На странице «Пользователи» также можно изменить роль зарегистрированного пользователя. Для этого поставьте галочку напротив тех пользователей, роль которых вы хотите изменить. Затем раскройте список «Изменить роль на» и выберите один из предложенных вариантов – администратор, редактор, автор, участник или подписчик. Роль пользователя определяет его возможные действия на сайте. Например, администратор обладает всеми возможными правами – настройкой сайта, созданием страниц и записей и так далее. Автор может создавать новые записи. Таким образом, вести блог смогут сразу несколько людей. Подписчик может только комментировать существующие записи и не имеет допуска к панели администрирования сайта. После того, как вы определились с ролью пользователей, нажмите кнопку «Изменить». Таким образом, вы можете создать сайт с возможностью регистрации новых пользователей. Пользователи смогут отредактировать свой профиль и начать обсуждение записей блога.